Игнатий Сиханович Добрый день, что-то вас не видно Добрый день, не видно меня? Да, посмотрите А сейчас, одну минуточку, подождите Сюда нам, да? Да, сейчас, секундочку Вот теперь видно Все видно, нормально это видно, да? Да нет, плохое у вас изображение, совсем плохое Да? Да, прям какими-то этими квадратиками Когда лицо скрывает, так, ну ладно Только сильно не шевелитесь, а то оно замазывается Говорите, пожалуйста Кто вы и откуда? Я из Минска Так Ну, я вот коротенько о себе расскажу так В двух словах Ну, принял все со Христа 11 лет назад Вот, было это, но я дома покаялся Вот, просто у меня один, ну Кришнаид привез книгу Из Польши Христианскую О смирении Вот, Святой Дух коснулся Вот, я Принял Иисуса Христа Покаялся Вот, и Ну, сейчас Хожу в Пятидесятническую церковь Вот, ну, у меня, как бы, сказать Был выбор такой, да Куда я вот Когда принял Христа Я не знал, куда пойти В какую церковь Вот, и через одного человека Я просто вспомнил Что у него, как-то, вот Проскочило Ну, он бывший друг мой, как бы Слово такое христианское Хотя он был кришнаитом раньше Вот Я позвонил ему Вот, он пригласил меня К себе Вот, ну, он оказался В Евангельской церкви Вот, ну, я как-то Решил пойти в Евангельскую церковь Ну, обошел там Баптистам, Пятидесятникам Харизнатам Я остался, вот, в Пятидесятнической церкви Вот И у меня еще такое было, что Как-то, я Ну, был такой случай, что Как-то, ну, такое сомнение, как бы, появилось, да Вот Насчет Пятидесятнической церкви Потому что, ну, там была ситуация такая, да Что я, как бы, сильно испугался Я думал, может, в какую-то септу попал Вот И я ушел в Православную церковь На какое-то время И когда я там побыл, ну Месяц или два, наверное, не помню Вот То увидел, что там проблем не меньше Вот И я обратно вернулся Вот И Потом я начал, как бы, думать вообще Вот, ну, где же истина вообще Как бы, какая конфессия самая правильная Вот И Так получилось, что Бог меня открыл Говорите Говорите, я слушаю У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Нет, я за Двумя руками Говорите, пожалуйста Вот И я просто У меня такой был Ну-ка, на распутье Вот, куда пойти В какую церковь Где правильно, что ли Да Почему такие проблемы Десятников Православных Да Вот И Когда я молился просто Ну, говорю Господь Ты вот направь мне Где должен быть Где правильно, как бы И Так получилось, что Мне позвонила одна сестра Вот Из церкви И мы с ней Как-то у нас был спор раньше Да Ну, там По седьмой главе Послания Коринфянам Как-то мы так немножко Так Рассуждали Спорили И она мне позвонила Говорит Миша, так Открывай седьмую главу Записывай Такой-то, такой-то, такой Текст Вот Из Ну, из этой главы И прочитай Я записываю А сам думаю Да, да Говорю, да Прочитаю Сейчас записываю А сам себе внутри думаю Ты еще меня будешь учить Да Я эту главу Ну, как бы Само больше читаю Наверное Из всех Может, там Послание Коринфян Вот А потом Когда, ну Поговорили с ней Я Просто думаю Ну, если бы пообещал То надо прочитать Вот И я прочитал эту главу И мне Господь Просто открыл Да Вот И причина Вот Ну Разделения Вообще Между конфессией Вот Почему это происходит Вот И Оказалось Что на самом деле В чем причина Как бы Бог мне открыл Да Что на самом деле Ну Бог-то не делит нас На конфессии Вот А именно Он делит нас Как Я увидел Что-то Просто я нахожусь В церкви Которая Ну Плотская Да Вот На самом деле Послание Коринфянам Это и есть Обращение К плотской церкви Вот И поэтому Например Такие неприязни У православных И еванких Церквей Да Потому что Есть как бы Ну Вот Протестанты Это я вижу Что-то плотская Церковь Да А ну Допустим Православная Это духовная Если так вот Можно сказать Да Да Но В чем причина Это не значит Что например Православная Она лучше Да Потому что Мы же сами знаем Что православная Церковь Очень сильно Омертвение Да То есть получается Как бы Духовная Но мертвая Да И плотская Но живая Вот И мне как бы Все стало понятно Вот И поэтому Как бы Ну Мне все стало На свои места Да Это вот Причина разделения Я понял Почему Прошла реформация Как бы Вот Мартина Лютера Вот Как мы знаем 500 лет назад Потому что Если раньше Церковь Вот как я Вижу Что она же Двигалась Как бы Ну К спасению И к совершенству Вот То пришло такое время Мы видим Это из Евангелия Где говорится Что в последнее время Люди будут Горды Надменны Сребролюбивы Ну и так далее Да Вот И мы видим Что уже К спасению Путь Ну Это очень затруднительно Наше время Как бы Есть такое выражение Не до жиру Быть бы живы И поэтому Я вижу Что Бог Допустил Мартину Лютеру Ну Просто снизить Планку Понимаете Чтоб люди Могли Хотя бы Дотягиваться До спасения Вот Поэтому Как бы Которые Как бы Хотелось бы Обсуждать Как бы Вот Как-то Может Беседовать Об этом Рассуждать Там Да Это наверное Миссионерская Действенность Да Распространение Евангелия Вот А моя Об этом Об этом Будем Говорить Не всякое Единство И не всякий Мир Угоден Богу А только По слову Божию Можно Единство Иметь С дьяволом Есть Сатанисты Потому что Зима Единая Они Учение Своё Создали Что Сатана В последней Битве Армагеддоне Победит Христа И бросит Его В ад Понимаете Ну Это Люди Есть Такие У них Единство И они Вот Родноверой Называют Вернуть Все К Изычеству До Князя Владимира Вот То Что Вы Впереди Говорили С чем Нельзя Согласить Вы Говорите Я Нахожусь Церкви Пиесятической Пиесятической Церкви Нету Если Она Церковь То Она Должна Войти В Священное Писание Церковь Основана Христом Не Пятидесятниками Я Создам Церковь Создал Ее Когда В день Пятидесятницы Вторая Глава Деяния Апостолов И Вторая Половинка Открылась Двери Это Десятая Глава Деяния На Язычников Дом Корнилия Сошел Дух Святой Дух Святой Создишь Из Церковь Все Ну а дальше Мы 16 глава 18 стих Иван Гляд Мафе Он говорит Врата Ада Не Одолеют Ее Создам Церковь И Врата Ада А что Такое Врата Ада Я Сколько Не Разговаривал С Протестантами Я 53 Года С ними Работаю Ни Один Практически Не Может Ответить Вот Такое Скудное Знание Прям Вопросы Простые Они Не Могут Ответить А если Отвечает Не Сверяясь Другими Местами Библии Толкование Правильное Только Такое Которое Не Противоречит Ни Одному Месту Библии Ни Одному А если Оно Хоть Одно Место Не Сходится С ним Ты Примири А если Вообще Против Тогда Разговаривать Не о чем Допустим Католики Говорят Глава Церкви Папа Нигде Не Сказано Написано Первая Глава 18 Сих Колосси Послание Глава Церкви Христос И церковь Основана Была В первом Веке В день Пятидесятницы Никаких Пятидесятнических Нету А вот Допустим Людер Полторы тысячи Спустя лет Какая-то церковь Он новое Сделал Рукоположения Нет Только Через Рукоположение Епископата Связь Поддерживается Все Понимали Исторические Как Части Церквей В это Входят Которые Сохранили Епископат От первого Времени Это Католицизм Православие Григория Армяны Копты И сирийцы Все За этим Ничего Нет Церкви Слова Конфессия Динаминация Это все Вражеские Слова Нет Этого Слова Есть Церковь Истинный Ересь Это все Ересь Что это за Конфессия Что это такое Патчересы Какие-то Или что Наложница У Христа Почему в Откровении Говорит Я вам Я покажу тебе Брак Агнца И в одном Числе Невеста Его И дальше Жена Его Приготовила Себя Жена И жена Эта Была образована В первом Веке В Деяниях Апостола Вторая Десятая Глава Это Невеста Христова Церковь И никакие Врата Ада Не отдали Это Что это Врата Ада Врата В университетах И студентам Показывают Доску Разграничил И пишу Преступление И наказание Разделенное Я буду писать Наказание А вы давайте Поднимайте руки Какое преступление Десять суток Матерился Там не там Помощился У вокзала Где-то Дальше год Вот тут украл Что-то То есть Юристы сидят Я дальше Десять лет О это серьезно А смертная казнь Была еще Смертная казнь Ну это Малолетку Изнасиловал Ни одно убийство Правильно А живьем В ад А такой статьи Нету Есть такая статья Числа 16 глава За отделение От церкви Тоже люди Отличные Написано Хорошие Дафана Вероны Кореи Мы хотим Создать Пятидесятническую церковь Это настолько Богу не угодно было Что сказал Если умрут Обыкновенной смертью То это Обыкновенная А если Необыкновенная Вот почему Апостол Павел В первом послании Коринфянам Десятая глава Шесто 11 Говорит И это были образы Для нас Чтобы мы не были Походливы на злое Не просто погибли И земля Разверлась И живьем Жены Дети Шатры Скотина Все ушло В преисподнюю Это самое страшное Наказание Самый большой грех На земле Это отделяться От церкви Лютер От делила церкви Туда ни один Епископ Не пошел Пятидесятники Вообще В 19 веке Возникли Вот свидетели Его выходят Адвентисты Седьмого дня Таких названий Разных Церковь Христа Благодатная Апостольская Сегодня Насчитывается 21 тысяча У всех В руках Библии Но друг друга Не признают И все Еретики Вот пять Которые идут Со времен Христа Вот дальше За этим нету Ничего Кроме ереси Это не церковь И церковь Нельзя никого называть Даже она неправильна Там мертвая Она не мертвая Вы встретились Там где были Вы многих не знаете Речь идет О сотнях миллионов И всех не встречали А если хотя бы один Если один Один единственный есть Это уже нельзя Всех сказать Апостол Павел говорит Бог не отверг Израилю Почему я Из колена Вениамина Вот один И все Уже Нельзя сказать Что всех евреев Бог отверг Нельзя Вот я православный Вот я православный Я в церкви Трудно Меня гонят Нигде так не гонят Как церковники Они меня посадили Я отбывал сроки Тюрьмы Но я знаю Это церковь И здесь есть Тело Христово Причищение У сектантов Нет этого У них хлеб Вы спросите Когда ломают Вечер любви Что преломляли Хлеб А что ели Хлеб Ни у ваптистов Ни у литеран Нигде они не говорят Что это тело Христово Оно не может быть Потому что Не дана власть Духа Святым Не может быть А почему вы так говорите Восьмая глава Деяния Апостолов Когда в Самаре Уверовали А Филипп был Дьякон Это не апостол То Петр и Ян Поднялись И пошли в Самарию Зачем А телефона не было Они посмотрели Апостолы Все в Иерусалиме А люди обратились У них Духа Святого Нет Дух Святой Только через руки Их идет Они пришли Помолились И Дух сошел Хотим мы не хотим Но это Бог установил Так Бог Это его порядок И поэтому Я что могу сказать Единство должно быть С Богом Единство с церковью А где оно В Святой Библии И вот мы видим Люди Которые отделились Единство разорвали Живем в ад И к ним присоединилось Еще 250 мужей Отличных Священнослужители И они с кадильницами вышли И вдруг с неба Пал огонь И сожрал их всех И говорит Очистились кадильницы И кадильницы не выброси А огонь выбросили А кадильницы Говорят Разогнуть их И жертвы не каковать Чтобы другим не повадно Что это такое А это погибли Церковь отделились Динаминацией Конфессия разная Они называли себя Эретики такими словами Это скрытные слова И это повеление Повеление Божие Кадильницами Жертвенник был окован Кадильницами Что жести не было Напоминание Чтобы не были Походливы на злое Павел говорит Это пример нам Достигших последних времен Он и говорит об этом И поэтому искать Я начинал Шире искать Что такое буддизм Ислам Все сел И внимательно Стал смотреть Я обратился У писятников Как обратился Библию дали Мне ничего не говорили Склонились И мне Бог Сразу все открыл 53 года я иду У меня ничего не меняется В этом вопросе Он сразу мне Бог просто открыл И вложил Я понял Это избрание Но это только в церкви А в церкви Все есть Что вы скажете А вот у баптистов Есть такое Православие Есть У писятников А это есть Духи повинуются Пророкам Здесь не повинуются Притом абсолютно везде Я в Минске В Киеве Ни одного города нет Где бы не проповедовал Тем более Нынче мы проехали В Минске Были в Минске В центральной библиотеке Мои книги есть Там 38 книг Моих вышло Так что можно спросить И посмотреть Как они Так вот ответ Единство с Богом С церковью А там нету Они враждебно настроены У них нет причастия А раз нет причастия Нет и жизни Господь говорит Кто не будет есть Плоти сына человеческого Шестая глава Евангелия Тиана Не будет иметь жизни в себе Жизни нет Жизни нет Все внешнее Внешнее даже Все под мирском Вот простой старый человек Вот вы зачем бреетесь Для кого? Кому надо? Стихия мира По стихиям мира это Христос совершеннейший человек С бородой был Но даже сектанты Его рисуют с бородами Всегда так было А пророки Говорить не надо У Давида слугам Пол бороды отрезали Он даже не запустил в Иерусалим Живите в проклятом Иерихоне Пока бороды отрастут Я ни один не зашел туда Почему оскверненные были? Они были весьма осквернены Обесчищены написано Вот так И когда мы начинаем искать единство Искать единство надо во Христе С Церковью Христовой Какие прошли отцы Впереди нас Мученики умирали И они были все в церкви Я буду назвать Игнатий Богоносец Он скажет А кто это такой? Кто такой? Это младенец Которого Ребенок Которого Христос Будет епископ Антиохии Его бросят Ильвам На арену Рима Увезут А там мученик От него 6 посланий осталось Климент Римский Ему послание В 16 главе Клименам Павел дает Послание его Они не знают Иоанн Златоуст Самый великий проповедник Самый плодовитый За 2000 лет Вообще нет ничего И все названия Там Бакмелдеры Там Каргели Все названия Не христианские Не церковные Как будто церкви не было Вот я разговариваю Допустим С 50-никами Скажите Вот у вас Хлеб преломляете Хлеб едите А где жизнь? Господь установил Древо жизни Вы отвергли А к древу Запрещенного плода Прикасаетесь Разделение Это запрещено Вы саду плода берете А древа жизни нету Иоанн Златоуст Говорит так Дьявол нанес Смертельный удар Удар говорит У него был трезубец Дева, древо и смерть Адам Во Христе все умирают А какое? Дева Ева Древо Познание добра и зла И смерть Адама В Адаме все умирают Христос Говорит Вырвал И ударил сатану В голову поражать Говорит Дева, древо и смерть Дева Мария Древо, крест Где он искупил нас И смерть Иисуса Христа Кто может это сказать? Иоанн Златоуст Он видел Самое тончайшее Чтобы познать Превосходящее разумение Любовь Божия Что высота, долгота, широта и глубина Я впервые у него прочитал Что значит широта любви Божией Как широко он раскинул руки На Голговском кресте Придите ко мне все Труждающиеся обремененные И как глубоко закопан крест В глубины преисподней Он сошел и там проповедал И вывел Кто ожидал его А какая высота Как на лестнице И возвел на небо Пленил плен О как А долгота какая Он вводит В вечную, долгую Непрекращающуюся жизнь И это все на кресте Понимаете Какая красота И все по писанию У сегнантов Ничего этого нет Это узость взгляда Вот языки Я спрашиваю С 50-никами беседовали Скажите Когда вы возникли Ну руководители Все это таят Как говорится Змей в траве Сухой шабаршит Ну я вам скажу Когда Первый Воронин Тут был Там все называют Именно так было Ну да так Ну ну так Ну а дальше до него Давайте сто лет отмахнем И вы не знаете Назовите В 1700 году Одного хотя бы 50-ника Назовите Ни одного Ну нет ни одного А Господь говорит Я во все дни с вами До скончания века Если до скончания века То он был В 3-м веке В 4-м В 5-м В 6-м В дни А в году 365 дней Они не могут 50-ники назвать Ни одного Ни во 2-м веке Ни в 3-м То есть безродный Самооснователи показывают Раньше Лютера Лютеранства не было Раньше у Маркса Марксизма не было И понятно Что есть родоначальники А у церкви Родоначальник Христос Я создам И поэтому Надо верить Не глазам своим Что ты видел А верить Писанию Ты не верь глазам Не верь Ты потому что Видишь очень мало Человек И написано Избави нас от лукавого Так избавляет Или нет Так он что Он силы Разве сатана не имеет Не имеет Евреям 2-14 И как дети То есть мы с вами Причастны плоти и крови То и он Христос Воспринял оное Дабы смертью своей Лишить силы Имеющую державу смерти То из дьявола Если он Не лишил сил Это был не Христос Был обманщик Тогда евреи правы Да как Тебе не надо говорить Как Ты сначала поверь Что лишил 1 Иоанна 3 глава 8 стих Для того Ты явился Сын Божий Чтобы разрушить Дело дьявола Разрушил или нет Да как разрушил Ты посмотри Наркомане Воюют Вот Игил Там мусульмане Я не про это спрашиваю Я говорю Евангелие Ты веришь Ты к глазам не верь Ты веришь И мне Что он пришел Разрушить дело дьявола Если он не разрушил Это обманщик был А если разрушил Это все временно Это пыль Ничего нету Всюду царствует Христос Кристос Рыгна Все Надо верить Словам Божьим Это не простые слова Все писание Бога Духновенное Это слова Духа Божия Изреченные Не на каменных скрижалях А на плотиных В это ты поверил И теперь ты все будешь понимать Бог откроет Дверь познания И она изображена В письменах уже Святые отцы изобразили И поэтому Единство с церковью должно быть Вот у вас единство С церковью А с церетиками Зачем тебе объединять Это не надо Там нет единства Они доробятся и доробятся И они будут доробиться До кончины Христовой Церковь единая Единая Потому что Там таинство Там Дух Святой Образована Христом От апостоловских времен Потом они разделились Но сохранили Каждое свое Они же Петр У русских идет От апостола Андрея Рукоположение У католиков От Петра У этих От Варфоломея То есть от апостолов А у этих Ниоткуда Первое самозванец На себя руки положил Жон Смит Я буду пресс-митер В 1609 году Ну так же нету Я Ивереям 7-7 Говорит Без всякого прикословия Меньше благословляется Больше Больше Но не сам себя благословляет А больше кто? Епископ Епископ ставит священника Лютер никого не мог поставить Он не был Епископом Нет И поэтому Однажды Вот это я разобрал Я понял все Я должен быть в церкви Я мог быть католиком Мог быть Григорианом Армянином Но я родился здесь И я смотрел Меньше всего Заблуждение в православии Меньше всего Ну то же седьмой они делают И неправильно Но я в церкви тружусь Я вижу изменения Как каются священники Выходят перед народом Как поступают правильно Как проповедуют Вот даже Библию вы читаете А кто ее составил Канон-то он Евангелие-то было 20 А не 4 Православная церковь А кто перевел Православная Это вы должны быть благодарны А то иконы от идолов Не могут отличить Тысячелетнее царство Когда-то будет Когда оно уже идет От Голгофа Они не знают И понятия о церкви нет Так что это В деноминации Найдите слово в Библии одно Когда оно возникло Это все сатана закрыл И дальше конфессии Ну найди где Есть церковь Христова Больше ничего нет И дальше написать ересь Еретикам разумляй После первого-второго Разумления отвращайся И он развратился Будучи сам осужден То есть он себе подписал Приговор Ты его уже не вытащишь оттуда Но сказать можно Вот единство Надо иметь в церкви Вы хорошее слово затронули Пожалуйста Спасибо, Игнатий Тихонович Ну в принципе Я уже вас слушал В интернете Я в принципе То, что вы мне сказали Я уже слышал Спасибо Просто я конечно Извиняюсь Что я немножко неправильно сказал Что православная церковь мертв Конечно же не вся Это понятно Но я имею ввиду Хронические болезни Потому что у меня есть Полное собрание Сочинений Ены Зантауста Игнатия Брянчанинова Я читаю это все Понимаете Я давно уже начал читать Вот И я люблю читать Потому что там Там больше глубина Понимаете Я-то понимаю Что там глубина больше Православной церкви Понимаете Но дело в том Что это Вот я даже знаю людей Которые у нас Которые пытаются Как бы сказать Читать книги вот такие Да Но это получается Не по зубам Они просто ломают Вот это твердая печень Они ломают свои зубы Да И у них очень большие проблемы Происходят в духовной жизни Понимаете Поэтому это как бы Ну это не каждый готов Как бы сказать Вот Стать на путь совершенства И идти этим путем Это очень такой Путь по хождению лезвия Потому что это должен быть Обязательно учитель Рядом Который достиг такого уровня Понимаете А в наше время Ну я понимаю Что только хотя бы человек Он должен хотя бы спасение обрести Вот И Хотя бы Ничего себе хватили Так больше нам еще и не надо Вот знаете Игнатий Брянчанинов Он сказал Да Что есть два блаженные пути Для христианина Один путь совершенства Который для всех И другой путь Один путь совершенства Который не для всех Да Для только Ну для малых Да И путь спасения Который для всех Вот Это очень Как бы пути Они очень отличаются Вот И поэтому Вот вы говорили правильно Там да О рукоположении Там О причастии Там Ну это Можно конечно Намного еще Чего перечислять О постах Там Вот Но Иисус Христос сказал Что по плодам Их узнаете их Поэтому если например Вот смотрите Есть же разница между Христианином Возрожденным От Святого Духа Да Рожденным от Святого Духа Есть которые Ну не рожденным Просто обрядовый Да Между ними же Огромная разница Да Вот То же самое И разница должна быть Между церковью Да И ну как вы говорите Там Септами Да Должна быть огромная разница Да Но вы поймите Что все равно Не я Не очень много людей Не могут увидеть В православной церкви Да Вот именно Чтобы это была Такая разница Понимаете Которая Ну я не вижу Там такого плода Духа Который бы очень был Как бы сказать Так ну Виден Очевидно Там есть конечно Такие бриллианты Это да Но если в общий взять Да То вот Мы ходим например По больнице Благовествуем И я вижу Что вот православные Они самые агрессивные Понимаете Вот Если даже Кто-то слушает О Иисусе Христе То это одно Как правило Католики Да Они более как бы Ну готовы Выслушать Это вот Но православные Они очень агрессивные Почему-то Это Понимаете Это вот Понимаете Я вот понимаю Что Бог не хочет Выделять никого Ни одного человека Чтобы друг на друга Превозносился Ни какая-то организация Чтобы друг на другом Превозносилась Ни какой-то народ Чтобы друг на другом Превозносился И мы видим Это Из истории еврейского народа, понимаете. И также, вот вы говорите, что нету, например, конфессий, там, пятьдесятников, там, Библии такого нету, но православно тоже, такого в Библии тоже нету, понимаете, особо православной. Поэтому, если бы, например, инопланетянин сюда прилетел на Землю, там, прочитал Евангелие о Иисусе Христе, о спасении, и к нему пришли три человека, и вот как узнать, кто от них, кто из них, ну, как бы, из истинной церкви пришел? Православный, католик, и евангельский христианин, да? И вот он спросил бы, вот вы кто? Сказал бы, я православный. Он полистал Евангелие, такого нету вообще. А ему осталось жить пять минут, например, на Земле. Католик, тоже такого нету. Христианин верный евангельский, раз считает, такое есть в Евангелии, понимаете. Вот он будет делать основание, как бы, на этом. Или даже, вот смотрите, если апостол Павел сейчас прилетел на Землю сюда, вот куда бы он пошел? Он пошел бы искать в церковь, да? И что, вы думаете, только он в православную пошел бы в церковь? Нет, он пошел бы всех исповедующих Христа. Потому что, понимаете, мы должны все-таки смотреть на плод, да? Какой есть ли плод? И я вижу, что сколько евангельских христиан погибло за Слово Божие, да? Сколько мучеников было, и сейчас сколько миссионеров погибает, да? Вот, мы что видим? И второе, да, почему тогда, если вы считаете, например, что это вот секты все, да, почему тогда православные воруют у евангельских христиан псалмы, да? Если они, если там нет Святого Духа, то как, ну, как тогда они могли написать столько прекрасных псалмов, да, если там нет Святого Духа, вот у евангельских христиан? А Иргей Леонский, он сказал, что церковь, где, как он сказал, что, где Дух Святой, там Церковь, и где Церковь, там Дух Святой. Понимаете, то есть Дух Святой определяет, где Церковь, а не рукоположение. Я так понимаю, потому что, на самом деле, Дух Святой, он сошел, и, вот, помните, когда Иисус Христос исцелил слепого, да, вот, и он, я там, ну, так своими словами привожу, да, что когда у него там фарисеи начали, там, его притеснять, он говорит, я не знаю, кто там он такой, там, да, но я знаю, что я слеп был, а сейчас вижу. То же самое и иванский христианин может сказать, и его измененная жизнь во Христе, потому что Христос поселился в сердце человека, понимаете, и это самое важное. Конечно, он не достигнет такого, может, уровня, там, духовного, как там, православной церкви кто-то мог бы достичь, хотя там проблем, я говорю, ну, масса проблем есть, вот, но все равно, если Святой Дух селился в сердце человека, и человек, он притерпит до конца, то Дух Святой доведет его до спасения, вот, если он до конца дотерпит, притерпит до конца, вот, я так понимаю, потому что все-таки, вот, именно плод Святого Духа он играет роль, и это говорит о том, что Дух Святой живет в сердце человека, и он его ведет, вот, поэтому, и знаете, я хочу сказать, что как бы мы не хотели все равно, вот, понимаете, как бы православные не хотели, чтобы все евангельские христиане стали православными, такого никогда не будет. Да, единицы будут переходить в православную церковь, и наоборот, из православной в евангельские церкви будут переходить. Но всё равно массового не будет, понимаете. Нам просто ничего не остаётся, как просто смириться и примириться друг с другом. Вы вот говорили такое, помню, высказывание, что если бы вот ваша была воля, или как власть, может, да, чтобы вы бы создали школы такие, да, ну, перестали бы строить церкви большие, создали бы школы, и туда пригласили бы баптистов, ну, как для начальных таких вот евангелизаций, как называется ещё, катехизации, да. На самом деле ничего не нужно, Енасей Тихонович, придумать, создавать. Бог уже создал 500 лет назад через Марк на Лютера. Нам просто нужно принять друг друга. Вот и всё, что нужно. Вот это и будет единство. Другого пути просто не существует. Потому что мы не... Потому что, вот почему, например, так отличаются евангельские церкви от православной, да, от католической, да. Почему? Потому что уже сам Бог разделил людей, понимаете, не так, как мы разделяем по плотскому, там, православные, католики, баптисты, там, адвентисты, там, или ещё как-то. Бог как разделяет? На плотских, на духовных, на детей, на юношей, на отцов, на спасаемых, на совершенных. Там, ну, ещё, наверное, можно дойти какие-то, ну, такие отличительные признаки, да. Поэтому мы не можем... Это всё, понимаете, это всё члены одного тела. Ну, не будет так, что нельзя так вот, ну, чтобы нога была, так сказать, заменила руку или рука превозносилась над ногой. Такого-то, ну, это неправильно на самом деле. Потому что у ноги своя функция, у руки своя функция. У евангельской церкви своя функция, у православной церкви своя функция, понимаете. Это просто разные члены одного тела. Да, потому что нет другого основания, которое положено, которое является Иисусом Христом. И как, например, отличить, ну, институт заблуждения. Вот хотя друг друга, ну, обвиняют в заблуждениях, там, в еретизме, вот, ну, ещё как-то, да. Но апостол Павел чётко сказал, что всякий, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, является от истинным. Всякий, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, является от заблуждения. Да. Вот. А в каждой церкви, ну или как, ну, простите меня, что называю конфессией, да, ну, вот эти вот руки, ноги, члены, как бы, да, но все равно есть у каждого свои какие-то, ну, отклонения, понимаете. Поэтому, да, я согласен, что в православной церкви там больше глубина, да, но там, видите, очень такая проблема серьезная, да, очень серьезная проблема. Это нет понятия вообще о рождении Святого Духа. Это редкие личности только могут что-то сказать по этому, как бы, ну, о рождении Святого Духа. Это же очень важно. Если человек не родился, да, то о чем можно дальше говорить? Он просто будет мертвым фарисеем, просто исполняющим какие-то обряды. То, что и является вот хронической болезнью православной церкви, понимаете. Вот. Поэтому, ну, у каждого свои есть, как бы, недостатки где-то, понимаете. Так же у ноги есть свои недостатки, что она не может как рука работать, да, или как глаз, да, вот. И так же вот и у этих, а мы просто, понимаете, должны дополнять друг друга, и примириться друг с другом, и друг друга дополнять. Другого просто, ну, пути примирения не существует. Все равно это, ну, так вот, как мы можем думать по-другому, так никогда не будет все равно. Никогда рука не станет ногой, она не станет рукой, да, никогда все православные не пройдут, так сказать, в евангельскую церковь, да, и евангельская церковь никогда не пройдет, так сказать, ну, православная. Такого никогда не будет. Все равно они будут существовать, и нам нужно просто примириться. Вот. Ну, вот я так понимаю, как бы. А рукоположение, видите, вот апостол Павел, он же сначала что? Он же, когда родился из Святого Духа, он говорит, что я не пошел, не стал советоваться с плотью и кровью, и не пошел к пруществу своим апостолам. Вот. Он 14 лет ходил один, так что, он был еретиком, что ли, без рукоположения. Вот. Его же, и тем более, ну, что рукоположение, оно же, как бы, ну, мы же видим, что, какими качествами должен быть еще тот, кого рукополагают. Вот. Что епископ должен какие качества иметь. А что толку с того рукоположения, если положили, ну, человека, который не рожден из Святого Духа даже, и, ну, просто мертвый, скажем, обрядовый христианин. Ну, что толку от этого? Все-таки плод, в конце концов, мы должны на плод смотреть, да? Есть ли плод Святого Духа? И вот если вы даже видите, даже понимаете, вот вы нас объявляете в сектантстве, да? Ну, и вас же тоже православные считают сектантом. Вот. Даже вы сами сказали, что православные – это самая страшная секта, да? Вот. Поэтому это вот эти вот такие, ну, такие слова, что сектант, там, не сектант – это не совсем правильно, понимаете? Потому что Бог может родить церковь в любое время, на самом деле. Это уже и есть церковь, понимаете? Вот. В любое время, на любом месте. Если человек, вот, прочитал Евангелие, да, прочитал, родился из Святого Духа, родился из Святого Духа, все, он уже принадлежит к церкви. И неважно, какое время он родился. Ну, не как-то церковь. Вот. Поэтому, ну, вот, я так, как бы, понимаю. И просто, я говорю, что мне вот очень болит, как, душа вот за единство, да? Потому что там, понимаете, на небесах, на небесах мы не скажем, да, что мы были православными, мы все в грудь, там, да, или католиками были. Бог на это даже… там даже не знают об этом. Что-то из православных сказал, да, что стены, выставленные между христианами, они только здесь, они до небес не достигают, они только здесь, на земле. Там мы только будем… За что ответим? Исповедовали мы Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или не исповедовали, да? И какой бы плод принесли? Вот что там будет, Бог что оценивает нас. По делам их узнаете их. Поэтому все определяет наши дела, наша святость. И вот я так, как бы… Я еще хотел просто, ну, пока все, как бы, а хотел еще потом какие-то вопросы такие конкретные по Евангелию у вас, как бы, спросить. Мы здесь не закончим, пока я спрошу, я вам говорил. Вы объясните, за что дофана Вероной Кореи потерпели казнь, живьем ушли в ад. За что? Вы совсем не обращайте на это внимания. Что оно означало? Все Ветхозаветнее было тенью будущих благ. Да, да. Для чего это все было сделано? Объясните, пожалуйста. За что? Это были люди хорошие, отличные, по плодам их. Они лучше даже были, Моисея. Но все сошли в ад, живьем. Один раз. И это навсегда. Один раз жена Лотова обернулась назад, а Господь говорит, вспоминайте жену Лотова, вспоминайте дофана Верона Корею. Не любят еретики этого. Почему? Потому что это обличение. Вы говорите, рука, нога. Это в церкви рука, нога. Они за церковью где-то валяются. Церковь это тело. Тело его церковь. Об этом говорит апостол Павел Колосиным. Какая церковь через тысячу лет? Она уже основана. Притом никакой связи с церковью нет. Пять-шесть человек отделились. А было в церкви такое? В первый век было уже. Они назывались безголовые. То есть у них не было епископа. Вот дед твой или трой. Точно так, как сейчас рассуждаете. Их назвали безголовые. Головы нет. У них это не обзывалось, а именно название. И кончилось ничем. Да надо со всеми миром. Надо было с орианами, с нестарианами, с еретиками вместе быть. Со свидетелями еговых. Вы зачем это говорите? С сатаной единство иметь? Да нет, конечно. Как с еретиками? Вы никогда не останавливаете, что такое еретики. А Павел говорит, что еретика нужно обречать, а не объединяться. И после первого-второго вразумления отвращаться. Почему? А он грешит, самоосужден. Так он же, евангельские слова там, евангельские, налепить на себя можно. Да ты Евангелие с первого шага уже нарушаешь. По Евангелию Бог установил. Павла кто крестил? Анания епископ. Какое тебе мое рукоположение-то надо? Он его и получил там. Бог его избрал. К Павлу прислоняется как? Почему не в церкви-то? Ну, хорошие баптисты. Ладно. А почему от баптистов-то новые пошли? Теперь Улья Миллер, Елена Уайт. Ну, почему от них-то дальше пошли? Что тут непонятно-то? А одни пятьдесятники больше, чем пятьдесят разных направлений очищения. Харизматы выставляют ролики, падают, хохочут, лают. И она выведет его на шейнике домой мужа. Это от Бога. Чистый сатанизм. Это все от Бога. Мы члены одного тела. Надо иметь единство. Не надо этим играть. Единство в церкви, в теле. Он не такой. Трудись, поднимай его. А что такое секта? Секта – это узор взгляда на истину. Это, в первую очередь, одно слово взять, и вот я теперь в него как в танковую щель. И второе. Словарь открываем, написано. Расхождение учения с господствующим учением церкви, которое в общем принято. И второе. Отсутствие института священства. Это атеисты знают, а у них никого нету. Это выдумка. Самозванство. Дофана, Верона и Коряй – это прообраз, тень будущих благ. Это всем сектантам это. Я вам говорю, 250 человек огонь сжег. Они не матерились, не ругались. За что? Вы совершенно не отвечаете. Вас какая-то сила отбрасывает в сторону. Почему? Вы должны задуматься, объявить пост. Это образы для нас были. Дальше. Мы считаем, первая книга царств. Это образы для нас. Ковчег. Вот, допустим, ветхозаветное обрезание было. А что оно означало? Послание к Колоссиным Павел говорит. И мы обрезаны обрезанием нерукотворенным. С обличением греховного тела плоти. Быв крещены с ним, погребены. Крещение прообразовано. Ветхозаветний Игненок указывал на Христа. Вот, агнец Божий берет грех мира. А крест? Крест-жертвенник. Игненка клали на жертвенник. Христа положили на крест. Что тут не понимать-то? Если жертвик, святыня великая, почему крест перестал быть? А на нем грех? Соотношение духовного с духовным. Не с плотским должно быть. Надо же в Писание смотреть. А мы евангельские. Да можно назвать. Я скажу, я генерал. Ну, какой генерал? Да мне никто не ставил. Я погоны могу купить. Нацепить их на себя. Генерал оставит президент. И здесь церковь апостолов. Спустя 1800 лет появились новые совершенно люди. Никому не... Отдельный алтарь ставят, отдельные молитвы. Как это так? А что такое секта? Секта, это они кто-то отвечает. Лазарь Кунцевич, миссионер. Это нечто непонятное. Грозное, зловещее и неуловимое. Я с тектантами знаю. Сегодня беседовали. Записали. Я дальше говорю. Вы согласны, что сейчас говорили? На мониторфон записали. Ну, так мы говорим. Ты присвитер, да? А вот это не сходится. Они сразу остановились. Да как же мы говорили? Ну, я говорю, пойду сейчас в собрание. На следующее воскресенье скажу, что вы это говорили. Вот, записано. Голос. И на бумаге записали. А я попросил, распишите, что правильно вы говорили? Правильно. Вы в Духе Святом говорили? В Духе Святом. Я начинаю говорить, все рассыпалось у них. Десять дев. То совсем не об этом. Я приду в собрание, скажу. А мы, скажем, не говорили. Вот вся ваша евангельская святость. Да конечно, не говорили-то. Когда записано, все. Все, и ты расписался на бумаге у меня. Я знаю не снаружи их, а внутри. Отделенные. Сколько они пострадали. А оказалось, на поверху-то. Приехали баптисты, стали исповедовать. Ввели баптисты исповедь. А оказалось, досвадебные половые связи. Там еще только не обнаружили. А наружно все, не пью, не курю. Космонавт. Да бог-то смотрит не на это только. Вот я говорю. Ковщек указывал на что? Не знают? Ну а скрижали, на что указывали? Не могут ни на один вопрос ответить. А мы евангельские, да что вам бог отнял разум-то? Кто вам помутил мозги-то? Крижали, указывали на слово, на Христа. Вначале было слово. Это было слово, скрижали. Скрижали где лежали? В ковчеге. Христос где был? В очреве Девы Марии. Ковчег это Дева Мария прообразована была. Другого-то нет толкования, никакого. И вот, когда из Берсамиса шли коровы, там запряженные, везли ковчег, жители подошли и заглянули, не плевали, не опрокидывали, не жгли, не ломали, как сектанты икону рубят. Только посмотрели. Мы уже с тобой разговаривали, надо же ящик, ничего там нет. А что тут говорили, какая-то тайна. И вдруг, ой, ой, все, задохнулся. 50 тысяч и 70 трупов. Даже Сталинградскую битву в один день столько не убивали. 50 тысяч. За что? Это Бог, любовь, имя Ему. Это такой грех. Там живьем провалились. А здесь вы ни на что не смотрите. Вы Писание должны соотносить к сегодняшнему времени. И ответить на вопрос, за что Бог отправил их в ад. Напишите себе. За что Бог убил 50 тысяч и 70? Только заглянули, ничего не делали. Сектанты-то больше делают. У Богородицы были дети какие-то. Такой бред несут. Да кто бы к ней посмел прикоснуться? Давайте до конца договорим. Вот воззыв ведет Ковчег. Повеление Божие. Ковчег наклонился. Он решил поддержать. Бог сразу убил его. Сектанты все говорят. Не надо мирно. Давайте по-хорошему. Такие мягонькие, тихие. Вы говорите агрессивные православные. Я вам покажу. Когда доходят до 50-ников, они бешеными делаются. Сумасшедшими. Когда начинаем с ними разговаривать. Я нахожусь в Маловузовской, 5. В Москве. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Мне дали слово, я говорю. Сколько людей сразу. Только первый раз услышали, они обратились, поняли заблуждение. Как старшие разошлись. Гонят меня, толчками толкают. Я перешел на другую сторону улицы. Они туда пришли. Готовы убить. Почему? Потому что факелом стынул там, где змеючник есть. Это одинаково все. Когда истина есть, ты должен услышать. У нас бывает, баптисты что-то доказывают, 50-ник, и начинает голос подавать. Я говорю, замри. Он читает слова великого Бога Еговы. Дух Святой говорит сейчас. А что? Вот мне задавали эти вопросы. Там везде я в милиции занятия, там я в воинских частях. По-вашему, сектанты имеют Дух Святой? Какие? Которые признали Иисуса Христа спасителем? Да. А как так? Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но они засохли на первой ступеньке. Это первая ступенька. И дальше они никуда не идут. Все, обратился, брат, сестра, обнимают, целуются, и дальше не с места. На небе явится знамение Сына Человеческого. Я говорю, а что такое? За 53 года ни один не ответил. Ни один. Ни субботник, ни адвентист, ни никто. Я говорю, очень просто объясняется там. Смотрите на меня. Господи, спаси. Я что сделал? Перекрестился. Так Бог не требует служения рук человеческих. Откуда вы знали? Ну, где-то написано. Нигде-то. 17-24, я говорю, Деяния Апостолов. Не требует. Ну, да. А про что говорится? Притом все одинаково отвечают. Баптисты, адвентисты. Все до одного. Креститься нельзя. То есть, а ты дьявол боится крестного знамени. Я знаю, кто в них говорит. А кому он говорил, Павел? Ну, нельзя. Я говорю, кому говорил? Чтобы ответить на вопрос, надо 4 под вопроса. Кто сказал? Когда? Кому? И с какой целью? Кто сказал? Павел. Когда сказал? Когда проповедовал перед язычниками. Где сказал? В Афинах. С какой целью? Чтобы обратить ко Христу. Как он мог запрещать креститься рукой, когда ни одного верующего не было на острове? Да и правда, а как это? Да он капище строили. Не надо это было строить-то. Как имеющий нужду в чем-то. Бог не требует служения. Не правда ли? В правой руке твоей пророк Исаев подцепят. Да как он мог говорить Исаио, когда не было крестного знамени? Если вот так вот показывает, это мусульманин. Руки сложил вот так, это баптист. Я покажу, как все молятся. Если вот так вот, наоборот, католик. Знак внешний-то есть у всех. Я-то отдал счастье. Это счастье. Военные отдают. Если поднял руку. Хайль Гитлер. Даже не говорит все понятно, что я фашист. У всех есть знак. И у баптистов есть. А у нас нет обрядов. У вас обрядов нисколько, не меньше. Вы сказали, песни где-то воруют. Как это воруют? Что значит, что за слово воруют? Вот, допустим, открываем сборник духовных песен. И там в минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу и наизусть. Кто? Лермонтов. Православный человек. Я же не могу сказать, своровали. А я всегда подчеркиваю, как умно они сделали. Или поют. Друг мой брат, мой страдающий брат. Кто бы ты выбил, не падай душой. Это Нацин. 24 года всего жил. Православный. А взяли его баптисты. Правильно сделали? Правильно. Правильно взяли. И то, которое о Боге поется где-то. Не ради почести и славы. Это совсем не баптистские даже песнопения. Они умно сделали, перевели. И мы их поем. Слово своровали я еще не слышал никогда. А что, своровали Библию, разве сектанты? Она православная переведена? Нет. Они мудро сделали, признали себе на дальний перевод. Лучший в мире может быть. Слово своровали. Это кощунственно звучит. Ничего никто не воровал. Это для всех Бог дал, дух открыл. И баптистам это не принадлежит. И Библия православная не принадлежит. И люди, которые переводили как Вольсон или Павский. Это главные переводчики. А они Богу принадлежат. Они вселенной принадлежат. Надо до конца говорить. Надо едино быть. Единым в церкви. Рука, нога. Что сказали правильно. Только в церкви. Не за пределами. За пределами это ересь. И никак объединяться нельзя. Вы слово юритик не обойдите. Один раз скажите. Почему после первого, второго вздумления отвращаться? И кто юритики сначала назовите? Кто? Перечисляйте. Я хочу услышать. Кто юритики для вас? Юритики? Все, кто сказали. По названию назовите их. Они есть в любой конфессии. В любой церкви. Нет. Вот ни о конфессии. Не надо. Павел, ты говорил. Павел, ты не было конфессии-то. Речь шла о том, кто такие юритики. У церкви определенно и четко. Не так, что в каждой есть. Да нет этого. Юритики это отдельно. Вот они свидетели Иеговы. Для вас они верующие? А они христиане признают за Бога. Они признают Святой Троицы. Даже крест не признают. Это даже не христианская секта-то. Ну, мы свидетели Иеговы как бы не говорим вообще, сказать. Мало что не говорим. Не надо уклоняться. Определенный вопрос. Вот я задал вопрос про число 16 глава, про Ковчег. Вот определите, за что Бог так сурово наказывал. И вы обязательно должны прийти к мысли за то, что отделились от церкви. А как же тогда евангельское от церкви отошли? Слово евангельское бросьте даже. Не надо его говорить. Это, во-первых, против Евангелия. Когда в Евангелии написано, чтобы единые были. А когда они стали от церкви отдельно отделяться, какое единство-то? Что вдруг заговорились об единстве-то? Это есть такой роман у Льва Толстого в воскресенье. Стал один там миссионер говорить. Вот знаете, надо вот, чтобы этого делиться. Ты, говорит, закон создал. Сначала нас ограбил, а теперь единство. Ты законом-то нас сделал, выбросил из этого места. Так и здесь. Сначала мы отделились, а теперь давайте единство. А зачем было отделяться? Насудить тот первый акт, когда отделились. Отделились-то недавно, всего 200 лет даже нету, 50-никам. Никакая-то не церковь. Я нахожусь в церкви 50-ников. С чего ради? Новую церковь Бог образовал? Нет. А что-то общее есть в 1-й апостольской? Ничего нету. Совершенно. Там таинства были. Таинства. Я вот разговариваю с сектантами, с 50-никами. Скажите, вы для чего крещение принимаете? Ну, обещание Богу доброй совести. Да ты так и обещай. Зачем крестить это тебе? Они не понимают Писание. А мы евангельское. Да там евангельского, говорится, кот наплакал. И крещение для прощения грехов. Да вы что? Отпокаялся человек. Покаяние, покайтесь и веруйте в Евангелие. Почему вы берете один стих, я говорю? Считайте. Апостол Павел говорит. Когда Петр говорит. Когда спросили, что делать. Это 2.38 Деяния апостола. Покайтесь. И стоит запятая. Не сказал покайтесь для греха. Покайтесь. Потом. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Креститься для прощения. Никак нельзя научить. Какой же ты евангельец, когда против Евангелия идешь. И получи дар Святого Духа. Вот Саввл идет. Его сияло свет с неба. Приходит Анания. Я говорю. Скажите. Вот как понимаете. Он называет брат Саввл. Он назвал братом его. Он верующий Павел был. Ну Саввл тогда еще был. Да. Он был прощен. Ну конечно. Ну вы уверены. Ну собрание. Все. 300 человек. Все до одного. Я говорю. Ну кто иначе понимает. Ну как написано. Брат Саввл назвал. И у вас так же покаялся. Да. А зачем крещение? Все. Не могут ответить. Вы диплом-то уже получили. А зачем вам значок теперь на себя? А дальше Анания заходит. 22.16. И говорит. Брат Саввл, что ты медлишь? Три дня смертельной опасности. Встань крестить, запитай и омой грехи твои. Откуда они взялись-то? Они не омытые. А это для рождения свыше. Третий завершающий этап. Третья ступень. Понятие это не описание нет еще. А в самомнении. Вот простое дело возьмите. Я сказал о бороде. Вы ноль. Зачем бреетесь? Зачем женское лицо делаете? Когда мы идем в небесный град. Бритые были апостолы, нет? Но не заставишь никак. Почему? А все такие ваши друзья. Я не обидеть вас хочу. Просто реально посмотреть. Зачем? Кому это нужно? Посмотрите. Времена дальше. Фридрих Венгельс сидит. Карл Марс. Все с бородами. Ленин сидит. 30-летний. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Бабушкин. Все до одного с бородами. У меня журнал «Баптизм» был в 1906 год. И там еще 50 молодежь. Все до одного с бородами. Что? По стихии мира. Не зря протопопа вакуум называл блудодейной ересь. Даже вот в этом вас нельзя сдвинуть. А мы евангельские. Да в Евангелии ни один не носил вот такое яйцевидное лицо. У всех была борода. Бог так создал. А мы евангельские. Да можно назвать их генеральскими, как угодно. Но это не соответствует действительности. Поэтому за единство в церкви, внутри церкви, но не с еретиками объединяться. У нас единство может быть, вот я назвал 5, полное единство может быть. Перед революцией, перед самой революцией могло быть объединение с англиканской церковью. Почему? Вопрос только один. Имеют ли они рукоположение от апостольских времен? И они доказали, что имеют от католиков. Перешел в епископ. И церковь православная стояла на грани полного объединения. Вот что-то решает только это. А что-то верующие-то... Да вы о себе можете думать так, и я могу думать. Но на деле-то Бог судит помышления на мирение сердечное. Вот заходит там святой поиси. Весь город рыдает. Какой человек умер? Сколько добрых дел сделал? Сколько сирот поднял? Скольких людей он научил? Евангельский христианин настоящий. Через сто лет только один такой рождается. Все одинаково о нем мнения. И он решил посмотреть. Заходит и вы это увидит. Около него стоит сатана. И трезубцем душу из него вынимает. Вот где открылось. Люди идут. И священники кодят. Со святыми упокой, раба твоего. И Андрей только и вроде увидит. Как сатана пеплом сыпет, вонючей водой. И говорит. Да будьте прокляты вы, христиане. Со святыми упокой. Умер прокурор края. Сколько невинных душ на его совести. А никто не слышит. Только он один видит. Люди в храме причащаются. С причастием в настоящем православном храме. И это видит только один Макарий Александрийский. По храму бегают черные. Эфиопы черти. И в рот толкают уголь вместо причастия. Это в шитиях написано. Нам есть где бороться. Есть где трудиться. Но в церкви. Не за пределами ее. Там не может быть единство с серетиками. Это люди отступники от церкви. Это потомки Дафана, Аверона и Корея. Пока вы не разрешите вопрос 16 главы с числом. Вы не можете называть себя даже христианами. Решите этот вопрос решительно. Не надо бояться. Когда я стал расследовать это дело. Я понял. Стал опускаться все ниже. Ниже с той стороны. Сейчас вот. Когда я обратился. Было 500 всех только. А сегодня уже до 21 тысячи. Как вот. Взрыв какой. Произошел. Я стал. 130 году дошел. 130. Всего только три. Три уже течения было. Я опустился. Вот это одно. Вот теперь толкование возьму. Он со всеми. Не обещал Христос быть. Но с церковью. И когда. Если ее не было с тем первым веком. Значит ее нигде не было. Я вынужден был признать. Единственное верное. То. Когда она была нераздельная. Там. Я с вами буду. Он не обещал быть с еретиками. Тогда и Ария надо признавать. А он Христа за Бога не признавал. Святую Троицу порицал. Арианская ересь. Еретики называется. Почему? Потому что искажает священное писание. И все отвергли. Вселенские соборы были. Епископа под них. 630 на одном соборе. И вдруг какой-то один. Сам себя крестил. И он больше чем они. Когда на первый собор собрались люди. Там были такие, которых из тюрем вытащили. Железные раскаленные были бруски. И вот так им руки сжимали. И они такие вот пакли остались. Император целовал эти руки. Какие были люди. И все ничего не надо. Символ веры не надо. А мы сами оснаем по-другому. Киприант Карфагенский говорит. Кому церковь не мать, то мой Бог не отец. Это мученики все за Христа умерли. Мы с первого века должны проверить себя и посмотреть. Там мы или нет. С нами ли находятся те? Не по делам. Дела это определенные. Везде могут. У коммунистов были хорошие. У фашистов хорошие. У мусульман знаете сколько хороших? Жизнью жертвуют. Какие они героические. А у буддистов сколько? Бог будет судить в церкви по делам. А вне церкви они не значатся нигде. Их как будто и не было никогда. Неверующий в Сына Божий не имеет в жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. 3.36 Евангелия Теана. Они вне. Они даже мытарство не проходят. Сразу вниз головой в ад летят. Не имеют жизни. Не может увидеть царствие Божие. Вот здесь и труд православным дать понятие о рождении свыше. Вот вы тут и нужны. Вам дали знания. Первоначальные. А дальше духовного возраста. Тем более читайте такие книги. И стоять на таком месте это вообще редкий случай. Обычно они еще не считают стектанты. Они ленивые. Зато устно, чтобы считали, да не в жизнь. Вы просто особенный какой-то. Еще бы там держались. Это не церковь, где вы находитесь. Так, мы уже отходим сегодня. Да. У вас уже времени нету, да? Да. Так. Что-то хотели? Коротко спросите. Я просто хотел там еще вопросы кауки задать. Ну, давайте спросите. Сейчас пусть подождут. Что вы имеете в виду по святости? Святость есть та, которая дается от Бога. Он говорит, будьте святы, как я свят. Не просто первоначально, как Игнатий Бричнинов сказал. Этого нету. Итак, бегите, чтобы получить. Бегут все на ресталище, на стадионе. Один получает награду. И святость получается от Бога. Когда Бог дает рождение свыше, омывает кровью святой. Вы святы. В это время Павел пишет, у вас, говорит, такое блудодеяние коринфянам, которого не слышно у язычников, а называют их святые избранные. Святые по благодати. А по делам мы все такие, что, знаете, изъян на изъяне. Но мы молимся, и Бог очищает. Почему? Вот говорят, а сектанты ведут себя даже лучше, чем православные. Правильно, они читают Евангелие. Потому что вы, говорит, очищены через слово. Но это немало не поможет. Ты вне церкви. Ты должен войти в церковь. Как вон, две тысячи человек обратились в Америке, вернулись в православие, две тысячи. И них шестьдесят сразу в руку положили диаконов. Называется «Возвращение домой Питера и Гилквеста». Слышали? Нет. Ну вот они. Так они решили как, собрались вместе. Вон она книга зелененькая, покажи. Кто это? Позови некий-то, пусть позови. Я раньше слышал в интернете. Первая пачка. Ниже, еще бери. Ниже. О, бери ее. Я сейчас покажу. Достань. Да, достань. Книгу. И они решили так. Вопросом литургическим. На год разойдемся. По всем библиотекам. В Англии, в Америке, чтобы поднять архивы все. Другой, ты будешь заниматься. Другому говорит. Иконами и прочее. И они через год сошлись и стали говорить и видят. А мы никто. Что вся община решила тогда. Мы вообще никто. Никакого отношения к церкви не имеем. Надо исследовать. И вы увидите, что это детская игра. Это ребячество. Какая церковь, когда прошло 1800 лет, куда она делась? Врата не одолеют ее. Это мифология. А если вы церковь? Да какая церковь, когда ничего церковного-то нет? А в первой церкви как? Было вот это, что признавали Божью Матерь-то? Да, было. Было. А иконы были? Они были в храме, в котором Христос изгнал. Говорят, дом мой. А там иконы были от пола от потолка. Считай, 41 глава 17 стих в языке Илья. Все скрыли. А какое же евангельское учение-то, когда евангельского ничего и нету? А я уверовал. Ну, бесы говорят, веруют и трепещут. Нам не надо это. Вы хорошо, что вышли. Мы хоть поговорили. Значит, Дихонич, спасибо. Просто хотел на счет святости, что я спрашивал. Я вижу, что есть святость по призванию, как в корынской церкви было. Святость по состоянию. Это как у апостола Павла. Это две большие разницы. Понимаете, что у апостола Павла была святость. Вот на самом деле, что достигла полноты. И что у корынфян. И чем отличается, например, корынфская церковь от всех, которые называют евангельскими протестантами. Чем отличие корынфской церкви? Корынфяне сказали, апостол Павла сказал корынфянам. Вы уже просытились, вы уже обогатились, вы хотите царствовать без нас. Вот это... Хорошее место. Это говорится о протестантских церквях, понимаете? Нет, там не было протестантских. Это внутри церкви. Ну, называем. Они без апостола. Это сектанты матойцы. Они решили без апостолов, без реписков. Да, да, да. Так и жили. Но они же были святые, они были церковью, понимаете? Они в церкви были. Они не были просто церкви. Они как раз и являлись церковным костяком. Первая святость это то, что Бог даровал. А наша святость всегда все время мыслями как-то оскверняется. Она мутная такая святость. Полная святость будет в небесах. Да, да. Ну, хорошо, у вас времени нету, конечно, я еще хотел бы там немножко поговорить. Вы сохраните, что у вас будет, если желание еще. Ну, когда-нибудь еще можно будет поговорить. Чисто 16-ю главу разберите. Разберите. И тогда вам легче будет говорить. Если нужен материал, я вам скину сейчас там, где у нас можно найти о церкви. Вам два вопроса решить. Вы на наш сайт зайдите, и там книга к истинному православию. О церкви, о священстве. Два вопроса там. Прочитайте, чтобы знание, чтобы на суде Божьем не говорить, что вы не знали. Я понимаю. Просто еще напоследок, что хотел сказать, что если, например, я уверен, что если человек просто найдет одно Евангелие без Ветхого Завета, что он может ссылаться на Ветхий Завет? Конечно, Ветхий Завет тоже нам нужно читать. Но если просто он найдет одно Евангелие, человек, например, и будет читать Евангелие, уверен в Христа, он получит спасение. Уверен обратиться. Радиция Святого Духа. Если он будет в церкви, повторяю, если он будет в церкви, не в секте, если он будет в церкви, чтобы причащаться, тогда он спасется. Достаточно ему. Да. И там даже, понимаете, вот, например, насчет икон, например, да, вот что, как бы, ну, протестанты там против икон там, да, я им говорю, да, что, смотрите, например, Евангелие никакого запрета не дает на изображение. Евангелие, да. В Ветхом Завете, да. Но Евангелие, если бы это было на самом деле какая-то там, ну, идолопоклонство и что-то, апостол Павел бы уже указал бы очень много, например, на запреты делать изображение в Евангелии, да, но этого нету. Поэтому это, ну, не является, как бы, сказать... Конечно, можно изъедово все, что угодно сделать. Вот, и те же языком делать. С Богом. До свидания, все. Благослови Господь. Спаси Христос. С свидания. Благослови Господи. Благодарим Богу. Слава Христу. Вот если вы крестите, значит, печать Антихриста еще не приняли. Для меня это не проблема, понимаете. Почему люди креститься, это на правую руку будет и на чело? Ефрем Фирин говорит, чтобы не перекрестился даже. Это знак против сатаны. И проверь себя, если крестишься еще, значит, сатана еще не поставил шестерки. Все просто. Для меня это не проблема. Слава Христу. Михаил, знаете, что означает? Да. В переводе на русский язык. Да. Знаю подобную Богу. Бог, моя крепость. Какое имя-то вам Бог дал? Все с Богом. Слава Богу. Слава Христу. Вопрещай. Так вот, вот сейчас. Сейчас подойду. Да. Вопрещай. Продолжение следует...